Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Лена Лай. Спасибо всем, кто подписывается на YouTube канал и присоединяется к Telegram-чату. Ссылка в описании. Ну, а Лена отправилась в Москву. Для чего? Для того, чтобы купить себе новый кулон с матронушкой взамен того, что она потеряла в Объединенных Арабских Эмиратах. Говорит, был намоленный кулон. И тут же поясняет, что такое, по её мнению, намоленный кулон. Он тот кулон, который прислонили к мощи. Во-первых, почему намоленный кулон тот, который прислонили к чему-то? Может быть, Лена путает, осветили и намолили? Ну, не знаю. Намоленный тот, на который очень долго молились. Или, возможно, он находился в том доме, в котором очень много людей молилось. Или в той церкви, где очень много людей молилось. Ну, и так далее. Где-то вот в пещерах, например, есть монастыри в пещерах. И вот в келье, там тоже всё, что находится в тех кельях, всё намолено. Потому как там монахи молятся беспрестанно. И там действительно всё намолено. Ну, а здесь Лена прислонила к мощам матронушки этот самый кулон. И всё, теперь кулон сразу стал намоленный. Лена, он у тебя максимум стал освященным, а не намоленным. Я так понимаю, что те два кулона, которые она потеряла чуть ранее, один в Эмиратах, второй ещё где-то там она его потеряла. Самый свой первый кулончик. Я так думаю, что они тоже были освященные, да? Но никак не намоленные. Но Лена, как всегда, всё путает. И вот это мне очень понравилось, да? Вот к мощам она прислонила. Лена, мощь – это ты. Вот ты идёшь, и видна мощь. Ты такая вся мощная. А это мощи. Ты прислонила к мощам, а не к мощам. Всё-таки это разные вещи, да? Мощи святого и мощь Лены. Особенно мощная Лена кажется своим белым пальто. Это, конечно, что-то с чем-то. Белая кепка, белое пальто на Лене, и Лена вся такая идёт, мощная. Говорит, что пальто она купила на садоводе где-то за 5-6 тысяч. Но говорит, да, всё китайское на садоводе, в том числе это пальто. Но я так понимаю, что всё-таки я была права в том, что все те вещи, которые у Лены и Оксаны в магазине на продажу выставлены, все они тоже китайского качества и производства, само собой. Идёт Лена к станции метро и говорит, вот, здесь вот это вот здание, говорит, занимает центровое место. Лена, почему не центральное место? Здание может быть центровым, я с тобой соглашусь, но оно не может занимать центровое место. Место бывает центральным, но нет, Лена считает, что это центровое место. И почему бессалковое это здание? Потому как в нём нет фудкорта. Представляете? В принципе, всё как и всегда. Если где-то есть возможность поесть или где-то предусмотрен фудкорт в каком-то здании, здание сразу становится очень-очень полезным. А если фудкорта нет, всё, бесполезное здание. Ну или, по мнению Лены, бестолковое здание. Увидела Лена автоматовая продажа кофе, говорит, вот, запах такой прям, и хочется кофе попить сразу, и она себе сделала этот самый кофе, она его пьёт. И говорит, вот как здорово, прибыль эти автоматы вендинговые приносят. И я так понимаю, что Лена уже прикинула, где бы ей лучше всего расположить эти самые автоматы. Да, говорит, сначала надо договориться с администрацией и так далее. То есть, Лена делит шкуру неубитого медведя. Ещё ничего не решено, какие она автоматы будет устанавливать, где она будет устанавливать, потому как это место уже занято, насколько я понимаю. Помнится, мне она во Максе говорила, вот тут хорошо, когда поднимаешься по этой самой кардиологической лестнице, уже там вот наверху, где клетки с енотами, по-моему, там были еноты, если я не ошибаюсь, но в любом случае, туда вот человек поднимается и очень хочет пить. И вот там хорошо автоматы с водой расставить, да. Потом она говорила о том, что хорошо автоматы с водой расставить где-то в парке, на каких-то вот отдалённых территориях этого самого парка, да, площадках каких-то этого самого парка. В общем, Лена везде, где только можно, ищет какую-то свою выгоду. Но, как видим, уже все места заняты. Говорит, что ждёт Оксану. Но вот беда, гости приехали внезапно к Юре и к Оксане, и вот сестра Юры приехала с мужем, приехали со своим ребёнком, приехал сын с невестой. В общем, да, Оксана очень занята. Но в то же время, говорит, несмотря на то, что они собрались на Истру, Оксана, Юра и родственники Юры, тем не менее Оксана с Леной едет в Москву. Думаю, а это как? То есть Оксана наплевала на родственников своего мужчины. Для чего? Для того, чтобы Лене не было скучно в Москве, или Оксане тоже выгодно поехать что-то поснимать? Ну, возможно. Но всё равно, в любом случае, так, конечно, никто не делает. С одной стороны. А с другой стороны, если гости были реально внезапные, то уже извините. У хозяев, возможно, какие-то другие были планы, а вы тут как снег на голову свалились. Поэтому эту ситуацию можно рассматривать двояко. У медали всегда две стороны. Но всё же, мне кажется, надо было бы уделить больше внимания гостям. Во-первых, они редко приезжают. Ну, а во-вторых, всё-таки гость главный. И я не думаю, что гости прям вот остались ночёвкой. Вряд ли. Потому как прекрасно знают, что места нет в квартире Юры, ну, и Оксаны, будем так говорить. А теперь, получается, Оксана оставила гостей на Юру. А Юру на гостей, будем так говорить. А сама с Леной поехала в Москву. Тоже так, знаете, как-то непонятно немного. И вот Лена видит, как идёт к ней Оксана. И говорит, ой, Оксана, как снегурочка, вся в белом. Ну да, на Оксане белая куртка, белая шапка. Но я бы, конечно, не сказала, что Оксана как снегурочка. Нет, я сказала бы, что Оксана как снеговик. Потому как снегурочка всё-таки тонкая и звонкая. Но Оксана мало похожа на тонкую и звонкую снегурочку. Больше на снеговика. Более этот самый куховик ей, конечно, стройности не добавляет. Оксана говорит, что Юра ей сказала, что, мол, с тобой можно в разводку идти. Я несколько раз прослушала. Туда-обратно приватала. Думаю, ну не может женщина такого возраста, как Оксана, говорить, вместо разведка – разводка. Ну нет, видимо, может. Потому как Оксана так и сказала, говорит, в этой шубе, в этом одеянии. Мол, с Оксаной можете в разводку. Ну да, ну да. А почему Юра так сказал, имея в виду, конечно, разведку? Потому как Оксана вся в белом. Но сейчас снега нет. И Лена с Оксаной в белом смотрелись очень даже, так знаете, интересно. Они, наоборот, привлекали к себе внимание. Потому как, ну действительно, на улице серо всё. Как-то и тут вот эти вот две девочки-девочки, два снеговика, которые очень привлекают к себе внимание. Сначала своими размерами, потом своей формой, ну и, понятное дело, цветом своей одежды. Снега, повторюсь, на улицах Москвы нет. И слиться с окружающей средой девочкам девочкам не представляется возможным. Ну а впоследствии Лена себя тоже называла снегурочкой. Говорит, вот мы с Оксаной две снегурочки. Думаю, ничего себе, как быстро снегурочки размножаются. Вот это скорость, подумала я. Повторюсь, Лена, вы два снеговика. Приехала Лена в ту церковь, где она собиралась покупать этот самый кулон. Вроде как купила и переслонила его к мощам. Всё замечательно, всё хорошо. Думаю, ну всё, теперь домой. Нет, теперь едут они в центр города. Да, и посоветовала им зрительница, как проехать наиболее коротким путём к тому зданию, куда вот хотела Лена попасть. Лена хотела попасть немного, немало в дом учёных. Думала, вот это да, Лен, да что случилось? Неужели? Что такое? Ты и в доме учёных? Ну, похвально, да, почему бы и нет. По крайней мере, очень познавательно было бы посетить там некоторые мероприятия, но нет. Как выяснилось, Лена в доме учёных хотела, угадайте, что сделать? Правильно, поесть. А вот я думаю, если бы вот этот маршрут, который посоветовала ей Лене, зрительница, оказался бы не совсем удобным для Лены, я могу себе представить, чтобы зрительница выслушала бы. Просто страшно представить. И вообще, как, в принципе, люди до сих пор дают советы Лене? Ну, неужели они не видят, что это, ну, так себе удовольствие, да? Так себе дело давать советы Лене. Если вдруг что не так, она же вас такой грязью обольёт, что потом не отмоетесь. Но, видите, люди всё равно, несмотря ни на что, и советы ей дают, и какие-то посылочки ей присылают на обзор. Но, как всегда, Лена любую ситуацию доводит до абсурда. Любую идею Лена доводит до абсурда. Распаковывает посылочку, например, намного позже, чем предполагалось бы, да? То есть рекламная какая-то посылочка пришла ей в прошлом её влоге, она её распаковал не тогда, когда надо, хотя прислана она была, конечно, заранее. Ну, в общем, да, Лена остаётся верна себе. Лена – это Лена, и её не исправить. И вот, наконец-то, Лена уже находится в том районе города, в который она и стремилась попасть. И читает она, где что находится. Ну, например, квартира музея актёрской семьи Мироновых. Ну, или, к примеру, музей международного нумизматического клуба. Ну, или, к примеру, там ещё чей-то дом-музей. Ну, вот видите, нет, это всё не те направления, которые нужны Лене. Да, так Лена сказала, ни одно из этих направлений нам не подходит. Думаю, нормально так. То есть музеи вас не привлекают абсолютно, квартиры и музеи тоже не привлекают. Вообще, я думаю, чем вы интересуетесь, девочки, девочки? Вообще никаких интересов в этой жизни, кроме как поесть. Да побольше. Пришли они, наконец-то, в этот самый дом учёных. Но, как выяснилось, в этот день проводился какой-то концерт, какое-то мероприятие, людей много. Конечно, надо было бы купить билет на это мероприятие. И в этот самый ресторан или в столовую в этом самом доме учёных можно пройти только по билету. То есть не посмотрел ты мероприятие, не было мероприятия, не посмотрел какое-то представление. Всё, тебя никто не покормит. Ну, и Лена, конечно, расстроилась. Она говорила, что здесь такая хорошая столовая, такой ресторан. Он оформлен в королевском стиле каком-то, в каком-то императорском, что ли. В общем, да. Лене главное, чтобы было дорого-богато. Но иначе как же? А иначе никак. Лена ведь себя чувствует какой-то королевной. Но в этот раз, как выразилась Лена, им пришлось уйти из этого самого дома учёных, не солоно нахлебавши. Да-да. Я снова перемотала туда-обрату, думала, не может Лена так выражаться. Нет, может. Не солоно нахлебавши Лена ушла из этого дома учёных. Не поела Лена как королева. Беда-беда. Ну и, конечно, они голодные вместе с Оксаной. Понятное дело, они проголодались. Поэтому нашли они Nice Price Cafe, где всё продаётся по 250 рублей. То есть каждое блюдо стоит 250 рублей. Фиксированная цена. И вот очередь аж на улице, но Лена говорит, не сравнить с той очередью, которую они отстаивали в Питере, по-моему, она отстаивала той очереди всего, Лена говорит, стояли 20 минут. Ну, 15 от силы. Лен, ну, наоборот, говорят, 15 минут стояли. Ну, 20 минут от силы. Ну, у тебя как всегда всё наоборот. То есть Лена вообще не понимает, что она говорит. Главное, что и спиртные напитки. Обязательно надо было почувствовать, что не безалкогольные, а именно вот ещё и спиртные напитки тоже. По 250 рублей напиток. Ну вот, наконец-то подошла их очередь. Они усели за столик. Да, говорит Лена, тут нет никакой интимной обстановки, потому как все сидят друг рядом с другом. Как-то вот столы расставлены рядом друг с дружкой. Столы длинные. И несколько семей, возможно, даже могут поместиться за одним столом. И никакой интимности, приватности. Но зато дёшево. Ну, Лена, ну ты выбирай. Или вот это кафе, о котором ты скажешь чуть позже, или на которое ты будешь проходить. Да, оно, видимо, достаточно дорогое. Но там сидел всего один человек, один посетитель был на всё кафе. Ну, не знаю, Лена, если ты хочешь такого вот отношения к себе, да, какого-то особенного отношения, то, конечно, надо идти в более дорогие заведения. И там внимание будет тебе уделяться, повышенные отношения к тебе будут абсолютно другое. А здесь что ты хотела? Ты хотела, чтобы было и дёшево, и отношения к тебе, как в дорогом ресторане, в дорогом кафе? Ну, так не бывает. Сканирует Лена QR-код и говорит, вот здорово. Тут, мол, официант вообще к тебе не подходит. Думаю, ну, наверное, есть какой-то робот-официант. Или что Лена имеет в виду, что значит официант вообще не подходит. Нет, говорит, официант только приносит всякие блюда. Простите, как он приносит всякие блюда, если он вообще к тебе не подходит? Просто интересно. Как это возможно? Всё-таки, наверное, приходит, когда приносит. Но Лена не считает. Видимо, это тем, что официант подходит. Он просто приносит. Заказала Лена себе картошку, чесночные палочки, грибочки, мидии, мохито заказала. И действительно, всего этого очень и очень много. Реально много. И я думаю, в этой порции наелся бы мужчина. А Лена говорит, вот картошечка, но её так мало. Думаю, ничего себе мало. Ты съешь это всё, ты объешься, Лена. Но нет, видите, всё-таки ей кажется, что всего очень и очень мало. Скорее всего, желудок у неё очень и очень растянут. И Лена не собирается с этим ничего делать абсолютно. Хоть и говорила о том, что вот, она собирается есть на диету. Но, я так понимаю, это всё дальше разговоров не пошло и вряд ли уже пойдёт. Поели они и идут они уже, я понимаю, в станции метро. Но Лена ищет, угадайте, что? Книжный магазин. Представляете, я это когда услышала, думаю, хорошо, что я сижу. Потому как Лена и книги, это, ну, как по мне, так что-то несовместимое вообще. Но нет, Лена говорит, хочет купить книгу, какую именно она мне сообщила. Но хотя бы стремление купить книгу уже похвально. Конечно, в итоге Лена не зашла в книжный и говорит, книгу будет заказывать через интернет. Думаю, ну, нормально так. Почему раньше она этого не сделала? Но всё-таки, мне кажется, всё это было сказано ради красного словца. Потому как ни названия книги мы не услышали, ни авторы этой книги. И вряд ли, в принципе, Лена вспомнит о том, что она хотела какую-то там книгу заказать через интернет, когда она уже будет дома. Зато они зашли в какой-то магазин, где продавались сумки, какие-то ободочки на голову, какие-то заколочки, ну, какие-то шапочки, какие-то кепочки. И Лена говорит, хочу сумку на толстом ремне. Всё ещё ей нравится вот это вот выражение толстый ремень. Не толстый Лена, а широкий. Сумка на широком ремне, а не на толстом. А Оксана первым делом, знаете, что воскликнула, когда зашла, увидела всю эту бижутерию. Там какие-то заколочки, ободочки, ну и прочее. Говорит, какие цацки. И, боже, боже, Оксана, тебе за 50, у тебя всё ещё в голове какие-то там цацки. Ну да. Ну, в общем, и из этого магазина девочки-девочки ушли, насколько я поняла, не солоны, нахлебавши. И выражаясь языком Лены. То есть, они там ничего не купили, и этот отдел был закрыт, насколько я поняла. Пришли, поснимали и ушли. Ну, для контента, я так понимаю. Едут они уже домой, и Оксана, как выразилась Лена, дремит в вагоне метро. Дремит. Я несколько раз снова перемотала туда-обратно. Нет? Дремит. Ну, как-то так. Думаю, ну, пусть дремит. Оксана дальше. Какой-то кошмар, конечно. Как они разговаривают, я не знаю. Где они учились, тоже не знаю. Хотя они обе утверждают, что у них у обеих высшее образование. Ну, вот таким вот получился у меня обзор влога канала Лена Лайк. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.